Добрый день, дорогие участники! Мы начинаем очередное занятие компьютерного практикума по математической логике. Напомню, что следующее занятие у нас будет через три недели в декабре. Это будет 11 декабря. Значит, сегодня занятие вместо того, что планировалось на 27-е. Давайте я начну с того, чего мы не успели в прошлый раз, а именно расскажу все-таки про CoPrimes, то, что у нас висело, и потом мы обсудим еще те задачи, которые оставались из домашнего задания, а потом порассказываю что-нибудь такое в немножко свободном формате, но это будет чуть-чуть позже. Значит, вот я показываю экран. Насколько я помню, мы в прошлый раз обсудили вот этот вот принцип CoPrime, NotDiv, который говорит следующее, что если у нас A не делится на простое число P, это означает, что его мы как-то поделили с остатком. У нас уже раньше была лемма, что мы можем всегда делить с остатком, и остаток находится в пределах от нуля, включая, может быть, ноль, и строго меньше делителя. Значит, ну, мы всегда так можем сделать, но вот если остаток оказался строго больше нуля, то A и P должны быть взаимно просто. Естественно, это верно только для простого P, но доказательство вот здесь было приведено. Оно, как уже в прошлый раз отмечалось, немножко неоптимальное за счет того, что мы здесь отрицательные числа рассматривали отдельно, можно было бы сделать получше, так сказать, сделав так, сказав, что у нас сначала сделано для отрицательных, а потом перенесем на симметричный случай. Ну, неважно. И последнее, что у нас оставалось, сейчас вот до этого места тогда его откомпилирую, это теорема, которую мы называли Дивиз, собственно, которую нам и предлагалось доказать, что если есть некое простое число P и произведение двух чисел каких-то делится на P, ну, здесь это сделано для неотрицательных A и B, на самом деле можно сделать и для отрицательных, может быть, даже сегодня мы это проделаем, это не так важно. Если делится, значит, A на B на P, то хотя бы одно из A и B делится на P. Но это такое, так сказать, кто-то может сказать, что это следует основной теоремой арифметики, но тут есть два возражения. Во-первых, основной теоремой арифметики в Коке формулировать довольно неприятно, потому что там такая неограниченная, неограниченное такое произведение возникает, а во-вторых, на самом деле доказательственная теорема арифметики, если вы выглядите внимательно, это используется. Поэтому мы это доказываем таким классическим способом, восходящим к алгоритму Эвклида, и алгоритм Эвклида у нас здесь присутствует, ну, поскольку мы его не имплементируем, как в одном из домашних заданий, а просто эссенциальное утверждение доказано присутствует, здесь вот в такой форме, то, что называется обратный ход алгоритма Эвклида, это утверждение называется Ковштрих, который говорит, что у нас есть два отрицательных числа, то, ну, потому что они не отрицательные, опять же, это не важно, это просто для того удобства, так сказать, доказательства в лишних случаях не рассматривать, и уже можно было ввести или надлайк индукцию, ну, или там, индукцию по отрицательным числам, то можно их если взаимно просто, то можно вот линейным образом представить единицу, и поскольку это z, то здесь это честное линейное представление, одно из u и v будет отрицательным, но это как раз здесь хорошо, вот, ну и давайте будем смотреть, значит, здесь мы говорим, что мы хотим поделить a на p и рассмотреть два случая, значит, если она делится, то это то, что нам нужно, а если она не делится, то мы находимся в условиях предыдущего утверждения, как называется comprimed.div, мы получаем, что a и p взаимно просто, после этого мы применим нашу лему и разложение единиц, ну и дальше посмотрим, что с этим можно сделать, значит, мы это делаем так, distract, divide, будет a, p, значит, что у нас здесь появилось, значит, вот у нас было так, стало так, значит, у нас появилось, то есть у нас здесь мы получили вот такую штуку, a, b, p целая, нужно доказать условия вот этого divide, значит, что 0 меньше либо равен a, ну, тут a больше 0, поэтому я говорю ли a, может было, наверное, здесь сказать, кстати, и auto with aris, with zaris, точнее, p больше 0, ну, тут надо разобрать вот это вот h1 и там в условии сказано, что любое простое число, оно будет, значит, наверное, посмотреть, как это сказано, да, оно больше единиц всегда, так что оно больше 0, в частности. 0 просто это не возьмет? Прямо сразу, ну, можно посмотреть, наверное, возьмет. А, нет, надо, наверное, сделать distract h1. Ну, можно сказать distract h1, да, это, значит, давайте попробуем все-таки написать auto with aris, чтобы более сильную тактику не использовать, да, значит, distract h1, действительно, и после этого, можно сказать, сразу lia, interest не нужен, потому что это, это самое, это distract. Вот, теперь мы говорим следующее, смотри, что у нас получилось, у нас, значит, возникло h3, что существует, значит, r, а такое, что вот, вот так вот, да, значит, мы его, ну, давайте здесь, кстати, скажем, оно будет меняться, давайте наберем здесь sr все-таки, чтобы, а как он не s, а что это? В квадратных скобках, да, все понятно. Вот, значит, мы получили r и еще раз говоря, distract, чтобы получить два независимых условия, значит, мы поделили a на p состав. И теперь, вот это было x0, я r его обозначу, просто для этого самого, для удобства, и говорим, что у нас r это либо 0, либо положительный. Вот два случая, значит, это by lia, lia это знает, почему? Потому что оно не отрицательное. Значит, теперь мы говорим, естественно, distract h5 и получаем два случая, либо r равно 0, либо r больше 0. Значит, если r равно 0, естественно, мы выбираем, что a делится на p, значит, переписываем r равно 0, ну, и явно показываем, что их здесь x. Ну, и дальше lia, автобус дарит, не знаю, сработает, не уверен, я думаю, что он там, да, сработал автобус дарит, но отличие здесь только в том, что еще плюс 0 вот это появился, но автобус дарит это дело съел. Вот, теперь мы говорим, если у нас r положительный, значит, мы хотим доказать, что b делится на p, значит, у нас все готово. Для того, чтобы доказать q' а p, значит, мы это предполагаем, и здесь пишем r, и теперь у нас нам надо доказать наши условия, которые у нас уже запасены, то есть у нас есть простое, p, и что a вот так поделен с остатком, и остаток, он меньше p всегда, ну, и он строго больше нуля, это опять же наше предположение, ну, тут, надо сказать, автобус дарит, опять же, по той причине, что здесь немножечко в другом порядке написано нерависто, все это съел. Вот, теперь, значит, мы применяем коп штрих, ну, опять же, удобно сказать, а вот так, а после этого применяем коп штрих, и теперь нужно доказать, что, значит, p не отрицательно, a не отрицательно, это, потому что в разном порядке так подростки написали это наше время, как бы, да, и то, что они взаимно просто, но это, опять же, у нас, ну, плюс-минус предположение, предположение наше, которое уже готово. Вот, ну и теперь, значит, у нас здесь появилось h7, опять же, здесь у нас, я так написал, давайте напишем здесь, все-таки, честно, uv, s, uv, а только там v надо, а, нет, не надо, нет, да, v надо в квадратных скок. Вот так, да, да, правильно, два раза, значит, чтобы он применился, и теперь у нас появилась новая гипотеза h7, и в ней есть уже uv, то есть, а, вот такое линейное разложение имеет место, после чего мы еще сказали distract h2, чтобы получить вот это в явном виде, и здесь у нас появился какой-то x0. Вот сейчас у какой-нибудь. Чего? Ну, я скоро, чтобы... Ну, как-нибудь назвать, да? Ну, а можно его оставить x0, если нам не нравится x0, здесь же x у нас уже нету, фактически, да, то есть, как бы, у нас здесь написано, что a, 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 b делится на p, ну, вот давайте вот это частное назовем x0. Не частное, ну, да, частное, полное частное. И теперь мы говорим следующее, что вот тут мы должны умножить на b, и вот тут есть хитрость, которую я применил. Давайте, опять же, напишем u и v, это понятно. Вот тут как раз некое тонкое, да, умножение равенства в обеих частях. А, может быть, даже, а попробуем, вот, вот, получится ли я так или нет. Так, вот, просто я же хотел фактически вот так написать. a, u плюс p, v, все это на b, равно b, да? Ну, единица на b, напишем. И вот это autowissdare, по-моему. Интересно, сработает так или нет? Или придется скидать в одну сторону все перекидывать? Вот это, к сожалению, почему-то она не берет. А если я b снаружи напишу? Ну, тут вот как бы мы за пределами лиа находимся, и почему-то вот оно вот так, наверное, может сработать, да? Не, не сработало. Вот непонятно почему. Поэтому мы немножечко в обход пошли, перенесли все в одну часть, умножили на b, и вот эту штуку уже оно берет. Если что-то равно нулю, то ноль на что угодно равно нулю. Вот, ну и теперь нам нужно доказать, ну и мы упрощаем. Значит, нам нужно доказать, что b делится на p. Ну, мы говорим следующее. Смотрите. Тут я давайте напишу u и сделаю несколько шагов, так сказать. Тут на самом деле, почему я так сделал, не очень. А, ну чтобы b вынести просто явно наружу. После этого теперь у меня появилось вот это вот a на b. а a на b, то я знаю, что это p на что-то, да, так сказать. То есть можно заменить вот так. И теперь у нас вот и здесь, и здесь явно в виде появилось p. и мы его можем... Только здесь не x3 должно быть, а здесь должно быть только x3 у нас. А... div b, ну ладно, давайте просто явно его вычислим. Значит, x0 на u плюс... Там что, b на b, да? Ring simplify. Ну и теперь мы видим, что вот это и вот это, это на самом деле одно и то же с точностью до там перестановки этих самых. Вот. И это тоже... А это тоже делает целья, ну и, наверное, автовыздарик тоже делает. А что делает тактика replace? Тактика replace — это как rewrite, только она оставляет... То есть если у нас есть какая-то гипотеза о равенстве, там, u равно v, да, то она может взять rewrite. А если у нас такой гипотезы нет, то мы как бы тут же ее осертим и переписываем. А, вот это вот что, я... Это часто бывает удобно. Да-да-да. То есть это как бы такое. Если мы хотим просто заменить какой-то подтерм на другой, про который мы знаем, что они равны, то мы можем сказать replace, и просто он нам в стэк наших целей добавит необходимость, значит, что это дело доказывает. Ну вот так это сделано. Значит, если говорить так, как бы, с тыптичьего полета, ну, давайте я выключу явно эти, значит, вещи, которые здесь происходили. Значит, у нас было дано, что a не делится на p, значит, a взаимно просто с p, так она обозначается, значит, получаем, что au плюс pv равно 1. Это надо умножить на b, получаем, значит, a bu плюс pv равно 1, равно b. Значит, вот эта штука равна, как мы знаем, а, значит, что у нас здесь? a b делится на p. А, не делится, а a b делится. То есть, это p на какой-то вот x0 наше. Ну, и мы видим, что вот эта правая часть, так сказать, делится на p, ну, значит, и по делится на p. Такое рассуждение, ну, там, скажем так, с учебника Виноградова, в теории чисел здесь вот имплементировано. А если то же самое делать в NAT, и там в одном из примеров такое у нас было, в самом co-prime, это обычно, это мучение, потому что мы никогда не можем залезать в отрицательную область, вот, и там приходится как бы очень аккуратно обходить вот эти отрицательные числа. Оно изложено, вот если вы посмотрите на моей страничке, конфекты лекций по курсу на классической логике, часть вторая, там есть конфект по теореме Гёделя, там это используют существенно, и, к сожалению, там вот мы вынуждены рассуждать в NAT, потому что это, ну, арифметическая вещь теоремы Гёделя, это арифметика натуральных чисел, вот, и там, значит, это явно аккуратно изложено, это тоже формализуется, естественно, в COC точно так же. Но принципиально-то мы, конечно, можем доказать всё в Z и применить это для NAT. А как? Если мы хотим доказать это внутри PA... Да-да-да, там нет, для целей того курса нужно было доказать внутри PA. В COC, да, в COC мы можем, значит, доказать в Z, а потом перейти в NAT, так сказать. Давайте, может, даже попробуем сейчас это сделать. А, значит, ну, здесь-то это не очень, ну, то есть, можно это сделать, но это надо сейчас это аккуратно в NAT это делать. Давайте лучше пока сделаем вот, теорема Гевиз 2, избавимся от ограничения на положитель, на неотритатель. Значит, интрос, теперь, значит, assert а больше равна нуля, или а, ну, это может быть меньше равна нуля. Сейчас там как-нибудь... Да, by ля, значит, ну, и тут 4 случая у нас фактически будет. значит, элим H1, это дистракт H1, вы видите. Дальше мы говорим, что assert, давайте даже сначала оба эти assert сделаем, потом будем их дистрактить. значит, теперь элим H1, дистракт H2, apply, девиз, assumption, assumption, assumption. А вот нельзя сделать к трём целям одновременно. Я знаю, что есть all, двоеточие, assumption, который ко всем делает. А вот с которым... Понятно. Может быть, и есть какой-то такой. Надо смотреть документацию. Значит, теперь еще раз. Вот. Это все сделано так. Теперь, значит, у нас здесь assert. Ну, надо теперь, значит, сделать что? Надо... На тех будет много, мучений с минус B. Ну, в смысле, оно... Для конкретно... Значит, давайте напишем так. Значит, ну, можно засердить просто div AP или div минус B или, даже можно сказать... Ну, ладно, давайте так. Значит, это мы скажем, apply девиз, assumption, и теперь, значит, здесь вот нужно будет дать такую, значит, клему сформулировать... нет div, значит, for all KB Z. Ну, вообще, наверное, удобнее было бы это все перейти к модулям. Сформулировать, сформулировать, что число делится одно на другое тогда и только тогда, когда модуль его делится, а после этого не писать этот... Мы делим-то на P. Ну, да. Давайте так. А div, x, y на какую сторону, кстати, будет нужно? Там в обе стороны можно даже сказать. div Zups x на Y. Proof. И что, теперь разбираем, наверное, какая-то даже нам не нужна, надо будет теперь. Так, значит, вот теперь interest, а assert x неотрицательный или x. Ну, допустим, так, что-то строго. Значит, теперь... Байля. Байля, да. Значит, теперь distrackt H. Значит, теперь у нас значит, assert absx равно x бай. Байля, наверное, сможет это сделать. rewrite H0. Да? Чё, чё, чё не так? Почему не нравится? H6. Ага. Теперь, значит, реврайт ассерд. А что такое интуиция? Это интуиционистская логика высказывания. А, то есть авто не умеет разбирать что-то утверждение равносильно самому себе. ну да. Ну, непонятно, почему же лучше. Здесь, скажем так, опять же, rewrite H0. Вот. И теперь, значит, здесь уже нужно, к сожалению, сказать так. intro destruct h1 existence minus x0. А, значит, rewrite H1. Там можно лябало просто. А, хотя тот же нервный. Сделай, сделай, он минус вынесет, да, не проблема. И здесь то же самое. Я сюда, и здесь тоже intro destruct h1 exist minus x0 опять нет. Доказали. а теперь, значит, здесь мы что говорим? Здесь мы говорим, значит, так, теперь мы говорим, значит, assert div setups a p или div zaps vp значит, apply старый наш девиз, значит, это after дарис конечно это тоже можно неотритать не всегда это assumption значит, теперь а, тут произведение еще появилось, да, давайте напишем как replace значит, apply obsedive хочет нехочет он хочет хочет другую сторону ну понятно что давайте напишем вот apply h1 а сам все съели это значит нормально вот ну и теперь значит у нас так и тут мы говорим так все закончили давайте попробуем действительно может переместиться в натуральные числа хотим мы сейчас какие у нас там будет давайте напишем прямо девиз ну не хочется заниматься тоже надо и это самое понятие простого числа будет туда перегонять там технических очень много будет она будет много технических вещей если кто-то хочет может попробовать сделать самостоятельность идея в том чтобы воспользоваться доказанные нами утверждения заберете обычным девизом где все не отрицательное для того чтобы доказать то же самое в натуральных числах нужно будет там определите эти дифтом прайм и прочее и перегнать туда через и про всех них нужно забить доказать леммы что число простое как натуральные тогда это тогда когда его так сказать там образ целых числах просто так далее ну вот это подоказывать будет и тогда все получится может я это дело кстати зайти там три недели сделаю значит и покажу как это можно аккуратно значит все с этой задачи мы же собрались у нас оставались еще две задачи значит задачи были следующие я сейчас эту коротко выпишу значит одна задача была такая дать ее второе например обозначим это как бы первое значит не помню в каком порядке значит по моему что если у нас есть число состоящее из одинаковых цифр а может единицы я уж не помню десятичные записи здесь их 3 в степени n штук то он делится на 3 в степени n а третья задача была такая что сумма сейчас сумма значит квадрат суммы первых n этих равен сумме кубов по моему да что то такое да но они были там в обратном порядке и вот это про 3 в степени она вроде бы то про тройки было не просто про тройки неважно это не вне 6 на 3 сюда просто отреть и поэтому вся по тройке была так ну кто хочет и кто-нибудь как всегда все судить но я так как всегда хотел еще есть а вот не очень много людей на самом деле онлайн есть но сначала вот со второй задачи это про сумма квадратов кубов здесь прям совсем просто все просто даже проще мне кажется чем было самостоятельно работать но тут я ввел обозначение для куба и для квадрата просто чтобы не писать ну очень там длинные формулы получается а вот не читаем и дальше доказал формулу для квадрата сумма и да тут вот возникла некоторая проблема мы говорили что когда раскрывается по определению мы используем ред но почему-то в данном случае он не работает то есть вот но я нашел нет для индуктивных мы можем применить но в общем странно чем я нашел тактику анфон которая с этим всем работает ну и дальше после анфолда здесь просто какая-то совсем поздно тема потом что это такое а это что сумма я первых натуральных чисел равновенно им писать вот но это мы уже как-то доказывали здесь понятно что индукция индукция по n даже интересная просто индукция по n базы тут это авто ну а дальше упрощаем упрощаем при помощи ринга переписываем гипотезу и ринг ну и дальше собственно теорема которую нам было доказать что сумма сумма кубов здесь сумма кубов первых натуральных чисел равна квадрату суммы просто ну доказываю по индукции а база опять же считает авто ну а переход это упрощение переписывание по гипотезе упрощение рингом ну а дальше там возникает вот как раз таки возникает ситуация надо здесь найти где у нас сумма первых натуральных чисел возникает вот да вот в правой части после того как мы переписали но там она возникает и если это расписать просто не в коке она на бумажке там возникает сумма первых натуральных чисел нет мне не нравится сейчас мне не нравится то что она и как бы слева и справа как ну так а может это то что и нужно на самом деле смотрите у вас и слева и справа она возникла если вы сейчас ее замените на соответствующую так сказать да 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 все все правильно наверное да и это нельзя от нее просто так не избавишься потому что вы делаете другое вы говорите вот что на самом деле здесь вы сейчас квадрат суммы раскроете по лиме а да 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 это пока квадрат суммы а потом но все равно потом придется у вас окажется и вот тут то вы ее замените вот да и тут она получается сумма первых и натуральных чисел у нас слева что здесь она стоит вот такого квадрат вот этот он одинаковый да да дальше куб n плюс 1 в кубе равен ну а выражение справа но тяпца заменить а потом фактически ринг ну только по модулю того что нам надо раскрыть куб иначе ринг и квадрат ну в общем в общем если записать это на бумажке то вот буквально те же самые вот если вопросы как бы это не сложная задача была собственно вынесена как такая как бы отдельная по причине что здесь вы не просто по индукции рассуждаем а вы на сами должны воспользоваться теоремой т1 которая уже была раньше на мизе собственно сделал а так в целом все просто и здесь довольно коротко изложено и давайте тогда вторую про делимость на три степени до вторую вот с ней у меня получилось значительно сложнее в смысле вот объемнее вот я делал это двумя способами на общем давайте мы начнем с общей части собственно нам надо доказать вот такую теорему что 3 в степени n троек делится на 3 в степени а вот и тут доказывается это утверждение давайте в индукции по n ну понятно что база элементарно делается вот а дальше суть в том что у нас возникает здесь утверждение о том что вот такое выражение 10 в какой-то степени плюс 10 еще в какой-то степени плюс 10 нулевой делится на 3 и дальше вопрос собственно в том как это утверждение доказывать его можно было так а я я я просто уже применил стоп-стоп-стоп как-то я думаю что как-то быстро я перешел я уже применил собственно теорему которая утверждает что точнее лему а все 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 я вспоминаю давайте все таки потихоньку постепенно так это нам пока не нужно это собственно вот талема что 10 в степени суммы троек она делится на 3 но это мы пока опустим давайте начнем сначала рассуждение по смыслу который начинает с того что мы определили что такое число составлено из какого-то числа троек и дальше я доказываю что во первых если у нас мы взяли и сложили как бы взяли а плюс b троек то это а троек умножить на 10 степени б плюс б троек ну это понятно доказывается по индукции несложно наверное можно на этом не зацикливаться единственное что здесь вот я нашел такой прием что если есть команда set которая позволяет какое-то выражение обозначить да и этого команда помогает иногда когда используется simple не раскрывать какие-то внутренние выражения тогда в данном случае это не нужно в данном случае просто плюс бы обозначил за с для того чтобы короче дальше писать короче но в общем время совсем простая оказывается обычно и дальше собственно но одна из основных лим которые тут есть что если мы возьмем n 3 в степени n плюс 1 троек то это то же самое что мы возьмем 3 в степени n троек и у нас умножим на такой вот на такое выражение 10 в степени там от но и понятно что доказывается тоже по индукции получилось я здесь я применяю я действительно думаю почему я или и не применяю да почему нельзя сразу примените n в степени ну вот этих 3 а не 2 потому что нет ну в смысле нет непонятно зачем индукция нужна у нас же здесь фактически уже переход индукции написано а давайте попробуем давайте да действительно попробуем без индукции ну интерес естественно нужен а дальше нам нужно фактически вот это утверждение что n в кубе ну если мы в показателе увеличиваем степень на единичку вот ну это делается тимпу и рим ну что мы можем в показателе увеличить степень на единичку ну дальше мы делаем rewrite h нет не можем почему не можем а потому что у нас здесь s от n а не n это потому что значит давайте перепишем вот вот смысл такой что 3 в степени s от n это трижды 3 в степени n даже скобки здесь на самом деле не нужны теперь мы можем сделать rewrite и дальше просто трижды по логике вещей применить энсу ну два так только да наверное rewrite rewrite попробуем так еще раз и еще раз это странно что так попробуем попробуем но по логике вещей должно быть серебра но нет 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 дело в том что здесь в степени здесь в степени надо заменить вот эту 10 так давайте мы для того чтобы было проще сделаем так во первых наше число давайте сначала сделаем ну давайте ну в смысле порядок здесь не очень важен вот давайте мы это уберем потому что она у нас как бы мы его не собираемся никак уплачать так и теперь давайте ring simplify действительно получится какой нам реплейт нужно сделать так теперь у нас тут n на 10 в степени 3 в степени n ну то есть так что это только в квадрате то же самое что вот это здесь в квадрате здесь степени 3 в степени у вас два раза в там она 10 степени 2 на 3 вот это нужно сделать так хорошо делаем астер или или как было там есть тактика чтобы replace replace мы говорим что 10 степени вот это выражение 10 степени 3 степени n равно ну да я понял здесь скобка наверное не нужна все-таки скобки нужны и здесь тоже ну после того как мы это сделали теперь должен ring не заменил я не заменил проблема в том что у него в умножение не ту сторону ассоциируется лучше знаете как делать давайте поменяем вам в другом порядке эти уют другу наоборот заменим и потом ring а да 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 я понял ну то есть проблема в том что здесь мы н умножаем сначала на вот эту степень а потом ну да не хочется менять так делаем наоборот так теперь должен ring все ну и теперь простое совсем утверждение может здесь simple справится не вряд ли это это совсем не то что мы хотим часть как это нам доказать это ну а где-то ниже есть вот это значит вот сам конце приют от старого рассуждения вы заменяете просто на сумму а тогда нет вообще все странно потому что там я делаю так хорошо теперь давайте мы сделаем так и вот здесь вроде бы как должен работать потому что здесь не работает не работает так ну да в принципе конечно не кольцевое конечно условие там же произвольное ну да но там не работал ну это так можно можно доказать это в общем виде и здесь просто применить нам нужно что в степени 2 умножить на что-то равно квадрат нет это плохо мы здесь в над вообще работаем да мы здесь вообще все в над тогда нормально все будет хорошо если мы работали в z это было бы еще а ну тогда бы нам было надо было бы определить пав ну да так а в степени 2 умножить на b равно а а в степени b в квадрате так и вот это и не хочет есть три все понятно а если мы сделаем simple ну вот она собственно так и получилось него него просто да здесь надо на себя потому что нам применять как и как это доказывает индукции по b но это и это simple 2 умножить на sb так 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 а у нас умножение на 2 так нет двойка видимо в той стороне потому что он раскрывает это как бэп без бэп ну бэп ну да давайте знаете как может быть поступим скажем что заменим просто вот это вот что там было пока мы еще это не сделали 2 на s от б будет с с 2 на b 2 на b да это да и тогда мы сможем 1 simple да там нормально сделаем simple дайте спокойно и вот здесь наверное это не ринг надо реплейт где-то надо сказать наверно будет ему ring simplify можно сделать вот вот и теперь давайте сделаем еще simple и hb и теперь можно сделать просто ну а это да и ты наверное реля ну да и лирия брай ну да ну и тогда действительно немножко упростилось но суть не поменялось суть в том что у нас появляется вот этот многочленного многочлена это выражение 10 степени какой-то плюс 10 какой-то плюс один и надо доказать что на деле вот ну и дальше стоит вопрос то как именно это доказывать я решил доказывать это через сравнение по модулях ну потому что это но как бы стандартно доказывает это именно так ну да такие вещи вот но и если бы была бы уже написанная библиотека про сравнение по модуле то здесь был бы реально простой кусок сейчас где это доказывать но по сути вот доказательство что значит мы будем доказывать не то что это выражение делится на 3 авто что остаток что на уровне сравнимо по модуле с нулем вот это выражение по модуле 3 сравнимо с 0 ну и для этого мы будем пользоваться но там дальше нам потребуется пользоваться что 10 сравнимо с единиц по модуле 3 ну понятно мы 10 хотим заменить на единицу потом сказать что это один степень а плюс один степень b плюс один степень c это ровно 3 и она сравнимо с 0 по модуле 3 вот идея такая ну то что 10 сравнимо с единиц по модуле 3 это у меня определяется модель что к первому прибавить 3 умножить на вот те в том что проблема в том что здесь на и в нате сравнение по модулю как бы тоже получается такое ну не вполне стандартные вот определяется ну то что а я штрих эквивалентный существует пушка а плюс м равно что она не симметричная потому что это на но можно было бы делать или да но тогда бы было бы неудобно все доказывать даже везде надо было бы дизъюнкции разбирать данную здесь все аккуратно получается на самом деле но фактически это сравнение по модуле означает что меньше и сравнимо по модуле ну и один и десять действительно так эквивалентны потом я доказываю что один ну вот собственно что один и десять вот где мы вместо десятки если мы заменим на единицу получится эквивалентный по модулю ну и здесь получается что мы должны фактически дважды применить лему который говорит что как разбирать сумму ну что сумма эквивалентный есть эквивалентный слагаем вот ну и дальше трижды применить возведение в степень но у нас получается когда мы применяем мы говорим что степень не эквивалентный если эквивалентные основание трижды и потом потом нам надо еще доказать что один степени а это то же самое что и один просто ну и здесь я это сделал прямо на месте показать элементарный и дальше упрощаем опять же трижды заменяем единица степени а степени b единица на единицу дальше применяем транзитивность нашего отношения она не вполне эквивалентность она эквивалентность порядку поэтому она тоже транзитивно ну и соответственно найдено число 1 и после этого можно сделать потому что там фактически а сам шин и точнее это тоже здесь это арифметическое а нижнее это ассаншин ну а леммы эти доказываются элементарно просто назовем хотя бы что что вы что вы используете для этого ну да вот это это фактически надо сказать что это отношение какое что а это остаток определение а штрих на не не вполне потому что остаток он все-таки должен в пределах пределах да и сравнимо да вот именно так то есть это порядок со сравнением такой композиции вот ну он транзитивен очевидно он очевидно что мы можем там складывать дальше но дальше нам фактически нужно сказать что мы можем умножать но делается это стандартно через умножение на констант мы доказываем что можно умножать на константу сравнение а после этого применяем дважды для но сначала считаю одну потом другую да но такое стандартное доказательство того что сравнивать по модулю так ну и дальше возведение степени которое доказывается просто по индукции ну да это естественно что мы пользуемся ну и все ну и дальше лима что если сравнить но равносильность того что остаток 0 и вот точнее сравнимы с нулем и то же самое статей ну да это видимо тоже ясно так ну если у публики вопросы как мы делаем ну я свое решение показывать не буду оно немножко по-другому устроено технически оно немножко длиннее ну то есть не лучше чем то что предложено вот значит ну наверное тогда мы попросим вас сейчас закончить показывать экран да ну так принципиально у меня это было второе решение первое решение было через то что число делится на 3 когда сумма цифр делится на 3 это мне удалось формализовать но это просто ужасно ну да сложно тем более что еще потом надо эту индукцию по степени вести ну да там самое сложное на самом деле как это ну как функции там фактически определять приходится ну поточечное и это не очень приятно индикаторы всяких стоят так ага вот ну значит давайте мы тогда сейчас во первых вспомним что у нас у нас нам предстоит и потом я кое-что такое вольном формате порассказываю значит напомню что у нас прошли две контрольные работы если вы что-то этого не сдали то пожалуйста сдайте ближайшее время это еще принимается дедлайны закончились и у нас впереди последнее домашнее задание по извлечению кода это оно было опубликовано и по email я разослал значит соответствующую ссылку она слабо отличается от того что было в прошлом году по моему единственное что я добавил это в алгоритме евклида z значит можно выбрать либо над либо z это ваше право z конечно с точки зрения эффективности предпочтительная вот кто-то уже даже сдал значит если сейчас у вас есть какие-то вопросы по поводу того как делать ну а если нет то у вас есть три недели и желательно его сдать до следующего семинара чтобы мы уже на нем подвели итоги нашего курса и проставили все зачеты если у вас будут возникать какие-то вопросы пожалуйста пишите мне по email я готов на них ответить может быть даже с кем-то встретиться по зуму если будет что-то совсем сложное вот это касается домашнего задания на извлечение кода ну и поскольку у нас последняя контрольная точка то оставшиеся вот ну треть видимо там примерно от этого занятия и значит следующее занятие мы посвятим таким как бы необязательным вещам которые просто там вроде интереса и и я хотел поговорить о значит индукции к индукции и давайте мы начнем с такого вот простого соображения сейчас я покажу некоторую часть кода коки так так значит ну тут много написано всякого года я его буду так постепенно как бы значит показывать а тут вот она сверху написано страшные слова коиндактив кофикс поинт и так далее значит это вы сейчас или в следующий раз значит поймем что это значит вот давайте начнем мы с вот этого я ее закомментировал конечно а фикс поинт бэд значит ну как вы наверно знаете у нас есть в кок определение в значит по этой самой по индукции по рекурсии для значит объектов у которых точнее для функций аргументами которых являются объекты индуктивных типов ну например могу написать что вы уже конечно прекрасно знаете там экспорт пау там пау 2 для простоты н натуральная в натуральные значит действует так надо мэч н в значит о переходит в единицу а там sn переходит в 2 там умножить на пау 2 там а нет что не такое это хорошее определение значит оно прекрасно съест но понятно что непроизвольное такое рекурсивное определение можно значит здесь реализовывать так сказать таким путем вот значит нужно чтобы выполнялись некоторые определенные условия чтобы это определение всегда было корректно эти условия называются guardedness conditions или условия ограниченности условия правильности и в случае с а значит здесь мы видим как она говорит каждый за а говорится следующее мы можем использовать вообще как устроено рекурсивное определение значит у нас натуральные числа строятся двумя конструкторами конструктором 0 и конструктором s значит когда мы используем конструктор рекурсивный настоящий такой как s мы можем пользоваться значит значениями а нашего нашей функции в ее определении то есть мы действительно определяем ее через самое себя но она должна быть ограничена в том смысле что мы можем применять ее только к аргументам нашего конструктора и вот следующий пример показывает что что то может пойти не так я пытаюсь применить эту функцию к чему то другому и у меня получается все плохо информ и даже если я тут напишу например n минус 5 что в принципе должно было бы давать хорошую рекурсию математике мы с этим согласились здесь правда он почему то да я в том что это n а уже от мать лучше все таки наверное использовать n штрих по формате а хоть это так нет нет так он съест а если мы сделаем n минус 5 тогда он не съест нет n минус 5 нельзя это понятно но потому что просто n но n это то n которое внешне его нельзя использовать да а если n штрих ну допустим если я здесь напишу n штрих умножить на 2 то и здесь он не съест просто он слишком умный оказывается если я поделю пополам его что-нибудь такое а он не знает что это такое да допустим бет допустим 10 тут напишу конкретное число тоже он не съест видите а минус 5 почему то съел потому что он там как то я сейчас поясню в чем что здесь происходит он как-то хитро ну да я не знаю как раньше было действительно плохое определение он довольно хитро все эти определения значит обрабатывает значит давайте мы а почему вот я как-то когда я тут написал именно как бы я формально сказал что условие ограниченности звучит так что значит пока я сохраню это да а вот насчет first argument это если мы бы определяли сложение по первому аргументу рекурсии по второму тогда бы было бы тогда бы это было важно то есть он должен выбрать тот аргумент по которому мы введем рекурсию он говорит что это тот по которому мы делаем match тут как раз однозначно все определяется почему когда я писал то есть формально я сказал так что мы можем определяя функцию через свое себя применять ее к аргументам соответствующих конструкторов но здесь мы применили к n-5 это формально аргументом не является но он как-то внутри нас что-то преобразовал и все равно сказал что это нормально это гард а значит давайте мы посмотрим вот на что например вот здесь есть два примера которые казалось бы нарушают все эти принципы вот например мы можем определить вот так казалось бы функцию f определяем просто через fn для всякого match но тем не менее здесь у нас находится вот такой вот убивающий так сказать фактически это применение ну более явно в виде написано здесь мы говорим так ноль в ноль а sx ну тоже в ноль но вот таким хитрым образом лямбда z 0 f от sx вот это так писать нельзя вообще говоря потому что мы определяем f от sx через f от sx так сказать deadloop но поскольку здесь у нас значит написано вот так то мы видим что на самом деле он съест это определение что на самом деле кок вот он у нас предупредил что not at rule recursive и так далее тем не менее он все съел а значит почему а потому что а значит здесь он сначала применил на самом деле бета редукцию и она уничтожила вот это f от sx и после этого все становится хорошо можно здесь даже написать fan z допустим f от x такое вот тоже он видит что что-то не то происходит но так сказать здесь это так значит это пример классический почему я собственно сегодня привел который показывает что к сожалению то исчисление которое применяется в кок оно не является как говорится сильно нормализуем ну почему потому что смотрите значит у нас вот это f от sx сейчас я сейчас я оно так сказать как определяется ну есть некая редукция я ж не помню как она по-моему называется определяется она так ну там лямбда z fx fx примененный к f от sx значит а какие то как мы можем дальше вычислять эту ну и давайте давайте пусть это например мы захотим написать что-нибудь там f вот там ну и даже не обязательно тут как бы уже даже при произвольном x значит происходит вот что мы хотим начать его вычислять например мы хотим вычислить там f от единицы то есть f от s0 она средуцируется так сказать лямбда z f от 0 значит f от s0 и теперь значит у нас процесс наших вычислений он может пойти по идее разными путями то есть теоретически мы можем пытаться редуцировать дальше вот этот редокс и он может пойти по идее разными путями то есть теоретически мы можем пытаться он опять же с редуцируется к лямбда z f0 а примененный к лямбда z f0 примененный f от s0 и так далее бесконечная последовательность в отличии от как бы чистого лямбда исчисления без вот этих вот людей только бета редукции он не не является сильно нормализуемым в том смысле что существует последовательность как бы вычисления нашего тема то есть заводит нас бесконечный цикл то есть казалось бы наши рекурсии здесь они ограничены все и все функции которые здесь представимы они значит будут всегда вычисляться но если мы будем пользоваться неправильной последовательностью вычислений то тогда мы значит найдем бесконечный цикл ну а какая же правильная но ясно что нужно вместо того чтобы вот это редуцировать надо взять вот этот терм и редуцировать как бы внешнюю лямбду то есть надо по бета редукции пойти и получится просто f0 ну а f0 уже редуцируется к нулю так сказать вот по вот этому принципу то есть и так значит кок он как бы слабо нормализуемый но не сильно нормализуемый это вот такое вот свойство вот здесь показан пример как это работает слабая нормализуемость тем не менее доказано значит то есть существует теорема что любой терм который мы можем записать а значит вот в этом языке который мы описываем он а значит при его вычислении то есть при редукции он всегда вычислится и плюс есть значит так называемая нормальная стратегия редукции опять же доказательства здесь мы опускаем но идея вот в чем что если вы будете у вас есть стоит что происходит некое выражение реализующие некоторый программный код и более того проект программный код мы знаем что этот программный код на самом деле будет может быть извлечен и исполнен на вот этом нашем компиляторе который там называется окамал да так сказать то есть он фактически будет а и мы видим что этот программный код как вот в этом примере показано он так устроен что если мы применим один какой-то путь его вычислений то он зайдет бесконечно может зайти бесконечный цикл но мы знаем что он слабо нормализуемый то есть означает что он всегда значит по какому-то пойдя по какому-то другому пути значит он будет правильно работать и выдаст ответ вопрос как нам не ошибиться и как нашему интерпретатору значит привести правильную последовательность вычислений помогает нормальной стратегии редукции формулируется очень просто а значит ну как вообще происходит вычисление функциональном языке у вас есть некое большое выражение так сказать тером и в нем есть так называемые редекс редокс это а такой редок значит редокс это под термом который можно редуцировать у классический значит значит классический пример редокса ну вот какой-нибудь такой лямбда их точка у примененные к вывод какие-то выражения и это можно бета редуцировать к у где вместо икса поставлено в в термин или вот например вот это тоже редокс f от sx можем редуцировать применяя наше рекрусивное определение редоксов много но оказывается надо всегда редуцировать самый левый вот тот который у которого так сказать начало самое левое редокса могут один другом еще находиться самое левое начало вот его мы редуцируем и если наш терм слабо нормализуем то есть у него есть какая-то форма которая у нас редуцируется и вычлений на этом остановится то а значит стратегии приведет к и мы видим что в кок у нас все бывают случаи не сильные нормализуемость теоретически мы можем зайти бесконечный цикл но если мы пользуемся нормальной стратегии а вот о кабл когда мы все это будем извлекать как раз нормальной стратегии пользуются то мы получим значит за конечное время вычислим правиль и за этим как раз следят вот эти условия значит guardedness условия правильности применения рекрусив это имеет свой плюс и на самом деле вот это соображение это еще одна такая немножечко скрытая деталь верификации кода который мы извлекаем из программ на коке потому что что мы говорим ну давайте я напомню что мы общее общее значит вопрос извлечения кода да мы мы доказывали там для любого входного данного x какого-то типа а мы строили множество таких игреков какого-то типа b что значит и s x y значит мы знаем что у нас ab это объекты типа set s это спецификации то есть она берет а берет b и возвращает высказывание как мы видим значит у нас из этой штуки есть функция f отсюда извлекается которая по иксу возвращает y удовлетворяющие спецификации и нам гарантировано вот что что всегда для любого x типа а выполняется s x f то есть если мы запустили программу если она посчитала какой-то результат то значит этот результат должен удовлетворять соответствующему значит условию но дальше возникает вопрос а что будет если ничего не посчиталось значит и тут есть два принципиальных разных варианта первый вариант что у нас значит есть x мы его загрузили вот в этот ящик который называется f может быть ситуация когда значит выдался y и тогда мы знаем что это f от x и он работает правильно второй вариант с которым мы сталкивались что здесь произошло что-то не то и возникла ошибка ошибки бывают разные переполнение машинный сбой там пользователь вырубил программу что надоело ждать там и так далее вот тогда ну ничего значит программа не сработало мы видим что что-то пошло не так верификатор после этого отказывается что-то нам гарантирует то что это ошибочное исполнение но бывает еще третий случай когда он он зациклил то есть не зациклился а может быть он внутри исполнения вот этой программы никогда не остановился и эта ситуация гораздо менее приятная а потому что мы никогда не знаем вообще говоря просто он может быть очень долго думает а может быть он действительно вошел в бесконечный цикл какой-нибудь или еще что-нибудь такое произошло и более того есть такой как бы ну общие математические теоремы что значит в общем невозможно в общем случае определить значит является ли соответствующий как бы этот самый является ли эта штука будет ли останавливаться или она будет бесконечно долго работать вот в коке за счет слабой нормализуемости а также того что мы применяемся на нормальную стратегию вот этот случай на самом деле исключен то есть он всегда будет остановиться ну в идеале выдаст результат либо что-то сломается но зависнуть он не зависит у этого есть как положительная сторона так и отрицательность положительная сторона действительно это элемент верификации то есть мы гарантированно что вычисление закончится конечное время правда мы не знаем за какое надо отдельно подсчитывать вот и получится либо результат либо вылетит ошибка отрицательная сторона этого заключается в том что язык кок не является тюринг полным ну вообще понятно что вообще существуют вычислимые функции которые на каких-то входах не определены и в кок такую функцию конечно определить не можем но к сожалению значит даже существуют всюду определенные вычислимые функции которые мы не можем запрограммировать в кок несмотря на то что они всюду определены и мы даже не требуем от них никакого верификационного условия то есть мы же можем вместо этого есть подставить тождественную истину и сказать что ну вот посчитай хоть что-то но я запрограммирую тебе такую функцию существует всюду определенная вычислимая функция значит которая не удовлетворяет которую невозможно записать в кок давайте у вас были как бы практические задачи давайте сформулируем как теоретическую задачу на следующий раз значит задача формулируется так значит доказать определить пример вы скорее всего не сможете скорее всего это будет неконструктивно существует всюду определенная вычислимая f0 ну для допустим на натуральных числах значит которую нельзя задать термом ну то есть запрограммировать в кок значит подсказка что для этого нам будет нужно пользоваться тем что есть значит условия слабой нормализуемости вот ну и потом нужно диагональную процедуру применить как вас учили в курсе логики стандарт в следующий раз мы это дело обсудим ну а сейчас осталось там около 10 минут я хочу показать еще одну вещь которая будет так довольно интересно может быть нам а именно коиндуктивное определение значит а ну давайте мы вот что скажем значит у нас как определяет натуральные числа это наименьший тип содержащий ноль и там нашего конструктора а теперь давайте мы попробуем определить как бы не наименьший тип а наибольший наибольшую неподвижную точку если мы напишем значит допустим коиндактив ко над типа с которая будет ну то же самое ну знаете только здесь напишем целых то в принципе все будет точно таким же но что содержит этот коиндуктивный тип он помимо обычных натуральных чисел также содержит такое бесконечное число которое просто получается бесконечным применением cs почему потому что в нем лежит любой объект который имеет вид либо просто ценой либо cs от чего-то где то это что то это опять же забег такого типа и так далее то есть помощью коиндукции можно задавать типы в которых лежат бесконечные типы данных ну вот здесь внизу приведен пример бесконечное дерево где в вершинах находится натуральные числа и она по-моему тернар не подожди оно бинарное оно бинарное все нормально каждый каждое дерево оно имеет такой вид это узел это какой-то узел в котором сидит натуральное число и под которым два поддерево но поддеревья эти тоже так сказать бесконечные у него нет базового случая у него нету значит нулевого этого самого ну там пустого дерева или там просто листа какого-нибудь а он вот такой вот он все время так сказать так вот развивается и как теперь значит вот в случае с коиндукцией все будет дуально с коиндуктивными типами то есть в частности значит у нас есть ли раньше чтобы определить какую-то функцию на объекте индуктивного типа ну например у нас есть допустим ну для этого самого есть допустим тип 3 который определяется как индуктивный тип ну естественно если мы просто так его определим будет пустой потому что ну у нас чего-то начинать не конечные все должны быть но если мы хотим ну надо определить базовый случай какой-нибудь вот у нас t это имеет тип 3 и мы хотим определить какую-то функцию f на этом типе t то тогда мы можем так сказать определить ее индуктивно сказать match там t with и так далее здесь все двойственно и мы а используем коиндукцию когда хотим наоборот получить объект коиндуктивного типа ну вот например мы говорим что у нас вот здесь вот определяется дерево называется оно one то есть дерево где у нас а везде значит в каждой вершине находятся единички у здесь нет никакого аргумента это просто значит конкретное дерево в случае если бы у нас это было бы индуктивный тип то есть конечное дерево то здесь не нужно было бы никакой cofix point писать потому что конечное дерево естественно можно определить просто ну как бы явно применяя конструктор здесь мы не можем по честному выписать его полностью потому что это бесконечно и мы говорим что это cofix point и определяем его через самое себя вот здесь пожалуйста у нас две копии этого one вот но конечно нужны какие-то условия ограничены есть если я напишу например просто вот так через самую себя то естественно он скажет что ангард рекерсив колл как и положено потому что ничего не происходит опять же некое условие прогрессивности но она опять же дуальная то есть смотрите если у нас в индуктивном определении мы как говорили что я определяю функцию на объекте индуктивного типа если я определяю ее на этом объекте он получен конструкторами каким-то конструктором то мы можем применять ту же функцию но примененную к аргументам этого конструктора то есть внутри в глубине определения если я использую ту же функцию должен применить конструктор должен применить аргумент конструктор здесь все двойственно я говорю что я могу использовать тот же самый объект но тут наоборот снаружи я должен применить конструктор то есть это и есть условия прогрессивности что я определяю к индуктивный объект вообще говоря может быть бесконечным я говорю что он я как бы внешне чтобы снаружи у меня был конструктор а внутри уже я могу применить использовать как под объекты его же самого потому что дальше он развернется и я как бы могу до любой глубины вложения его проанализируем естественно нигде в памяти этот объект не хранится но вот такой как хаскере говорят задумки танк он его видит вот у меня есть такая функция вот так я не функция конкретные определенные как копии какой неподвижные точки а значит бесконечные деревья которые здесь определены и например я могу написать вот такое дерево или а здесь такая вот здесь вы используется здесь у меня вот пример а этой самой совместный куку куку рекурсии я определяю и через и штрих и штрих а и штрих через и и и ну и если вы посмотрите как значит это будет выглядеть то и выглядит а вот так значит например вот это иль он а у него здесь ноль здесь него два иль штриха то есть он вот этот каждый из них три штрих то есть здесь по единичке здесь у меня по нулям и так далее вот они бесконечные деревья вот они здесь растут вот это дерево на самом деле заморкнут всему большому значит вот такое вот определение пока индукции в принципе можно определять и функции например у нас вот здесь написано до 10 написано как-то можно сделать без будет вот так тут на самом деле никакой хитрый новые коре курсе не происходит просто здесь написано новая переменная которая вот подставлена вот здесь она явно подставка и нас конечно иль штрих отсюда не экспортируется то есть это внутренний вот это все конечно покушает спокойно вот и теперь значит а интервью это пример функции здесь два аргумента это деревья бесконечные и мы строим новое дерево а как видим здесь мы можем использовать паттерн мэтчинг спокойно и никаких условий ограниченности на вот эти вот а у нас нет а у нас есть значит условия только чтобы внешне вот этот товарищ был вот ну значит дальше мы здесь для интереса определили но еще к этот интервью штрих который я не буду сейчас комментировать значит здесь у нас определено дерево обычное конечное и я вот определяю аппроксимацию значит аппроксимация n ты уровень так сказать а до вплоть до уровня n я определяю кусок дерево а бесконечного и это fix point то есть мы используем а как аргумент по нему не ограничили такой индуктивный объект а второй аргумент он индуктивного типа это натуральный число результатом будет дерево настоящее уровне 0 это пустое а дальше соответственно нужно вот ну вытащить соответствующий кусок а здесь соответственно взять меньше аппроксимации ну и мы с вами видим что вот эти наши деревья хоть вот это или хоть или два штриха ходит это интерлиф нуля и единицы одно и то же ну то есть только здесь она в другом порядке почему-то потому что у нас ну может быть 0 написать и вот заметим что а казалось бы есть коррекурсивное определение позволяющие раскрывать наши эти самые деревья simple здесь работать не будет и по делу просто если вы примете применить то у вас то дерево должно открыть до бесконечности вот значит вот такая вот вещь давайте мы на этом сегодня остановимся вам значит предлагается я этот код ну да какого-то по крайней мере значит предела опубликую а может и весь что вы могли на него смотреть и вам предлагается значит вот этот код немножко одним помедитировать а следующий раз мы обсудим вот что две вещи значит мы обсудим во первых как с помощью как на коррекурсивных объектах определяется равенство это не настолько просто как для обычных что я вообще говорю бесконечные и мы обсудим как это связано с волфаундом ну а также запасем время для ответов на возможные вопросы к домашнему заданию если вы его не успеете значит на сегодня мы близки к завершению если есть какие-то вопросы то пожалуйста давайте их а если нет то для тех кто еще не сдал третье домашнее задание главная ваша задача на ближайшие три недели по этому практику это решить задачу на извлечение коррекурсивных а коррекурсии это так это уже последняя тема скорее для удовольствия есть нет вопросов занятия на сегодня завершается всем спасибо за внимание встречаемся через три недели это будет 11 декабря наше заключительное занятие